Приветствую вас, Алёна. Знаете, у меня сложилось такое ощущение, что вы сами себя поместили в такой куб, тесный, душный, неудобный, тяжёлый, из которого, собственно говоря, не можете выбраться сейчас, чувствуете себя плохо, чувствуете раздрай и прочее. Ну, понимаете, вытаскивать себя, как вы сказали, из силы воли, ну, вытаскивать себя волей, да, и сказать что-то своё, это, конечно, нужно, но давайте будем честны, Алёна, если бы вы могли это сделать, вы бы уже сделали, вряд ли вы бы обращались бы сейчас к психологам. И уж, тем более, это не работает по желанию, да, то есть, вот вы жили-жили-жили, а потом раз, и поменять сразу всё, или поменять там, хотя бы такую достаточно важную, внушительную часть. Но это не так легко, на самом деле. Вот, поэтому, я думаю, лично, я думаю, что волью здесь включать не стоит. А вообще, сначала нужно разобраться с тем раздрайем, который вы описываете, что он вообще из себя представляет, что это за противоречие такой у вас, конфликт с чем у вас происходит, вот, и дальше уже будет, в принципе, куда более понятно, в какую сторону, в каком направлении вам надо двигаться и что вообще надо делать, вот, ну вот, допустим, вы говорите, что выбрали, значит, что у вас тяжелая, скучная работа, да, на выходных, телевизор, готовка похода в магазины, вы же сами это выбрали, это ваш выбор, это ваш выбор работать на тяжелой, скучной работе, это ваш выбор смотреть телевизор, готовить, если вам не нравится, ходить в магазин, если вам тоже не нравится, понимаете, и вы каждый день делаете этот выбор, вам необходимо осознать, что вы свободны, но для того, чтобы осознать, что вы свободны, необходимо отделить ваши мысли от чужих мыслей, и договориться вот внутри себя, да, договориться с чужими мыслами, которые у вас есть, ну, которые вот у вас внутри, внутри, да, вот эти вот чужие мысли, не ваши мысли, которые, собственно, и мотивируют вас жить вот так, как вы живете. Дальше жизнь проходит мимо. Это вот достаточно такая, знаете, опасная тенденция, опасный вектор мыслей, потому что, ну, самого такого понятия, как жизнь, него, наверное, не существует, по крайней мере, для человека, по крайней мере, чтобы, чтобы в полной мере объективизировать понятие жизни, ну, наверное, нужно быть чем-то не жизнью, а поскольку человек это проявление жизни, одно из проявлений жизни, то вряд ли человек может в полной мере объективизировать само понятие жизни, вот. Поэтому, говоря о том, что жизнь проходит мимо, вы по сути играете словами, по сути вы повторяете, опять, ранее услышанные, заученные где-то выражения, вот, потому что жизнь не может проходить мимо, она вас, она через вас, она реализуется. Другой вопрос, другой вопрос, что есть жизнь для вас, понимаете, потому что для кого-то такой образ жизни, в котором вы живете, ну, в принципе, вполне подходит. Кому-то такой образ жизни, в принципе, вполне подходит, и это нормально, я не вижу в этом ничего страшного и так далее. Ну, то есть кто-то из людей в этом и в этом ничего страшного не видит, для себя, по крайней мере. Вот, дальше, что-то тяжелое не дает встать и пробовать многое. Ну, что-то тяжелое, это что такое, это возможно невера в себя, вот, что-то тяжелое, это, возможно, неуверенность, это страх перед новым, вот, именно вот страх, может быть, ошибок, страх перед новым, но в основе, конечно, лежит некое чувство стыда, я думаю, и в основе, я думаю, лежит недоверие в себя, то есть вот, чтобы пробовать что-то новое, да. Что такое, что такое вообще новое? Новое, это что-то, что человек принимает непосредственно. Непосредственное принятие чего-либо подразумевает под собой опор на чувство, упор на чувство, опору на чувство, да. Вот, то есть, как понятно, что вот, если в моем непосредственном опыте раньше такого не было, мне хочется это попробовать, я пробую, и я не могу, вот, воспринять, вот, опыт взаимодействия, вот, с чем-то новым, в контексте того, что уже у меня есть. Я не могу так. Не могу, потому что, ну, как бы, у меня нет для этого оснований, да, у меня нет знаний. Нет знаний для этого, и поэтому единственное, что мне остается, это опираться на свои чувства, опираться на те ощущения, которые я испытываю. Вот, и если не опираться на ощущения, да, то получается, что для всего нового вы закрыты. И остается только то, то, с чем был связан ваш опыт, когда. Знаете, поэтому что-то тяжелое здесь, это вот как раз про некое, может быть, недоверие себе, про некое, может быть, проявление страха и так далее. Вот, может быть, страх ошибки, может быть, страх боли, неудачи, вот, если мы понимаем неудачи, как что-то нежелательное для человека. Так, дальше, например, я хотел пойти в спортзал, но чувство скуки и того, что это не главное в перевешенном. Ну, смотрите, во-первых, интересный здесь момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это чувство скуки. Чувство скуки, оно само по себе связано с тем, что человек продавляет свои чувства. Человек не фондозирует, человек не погружается в свой внутренний мир, как раз таки, да, вот. Человек не, ну, вот, не отдается своим эмоциям, не отдается своим чувствам и возникает скук. Сколько это потребностей, вот, как раз, извне. То есть, сколько это потребностей в стимуляции извне. Вот, значит, если вы подавляете себе свои чувства, то вам будет скучно. То есть, больше фондозировать, больше, вот, именно, опираться на свой внутренний мир, больше прислушиваться к себе, и вы очень, в общем, скоро почувствуете свою глубину. Очень, очень, очень скоро, вы будете это, ну, вы будете это, чисто, вот. Другой вопрос, вы говорите, что это не главное, да? То есть, вот, значит, есть противоречия, потому что вы говорите, что я хотела, а... в спортзал пойти, например. Но чувство, что это не главное. Эээ, чувство, что это, что это не главное, не может быть. Понимаете, вот, именно, чувство, что это не главное, быть не может. Может быть, чувство, что вам это нравится. Может быть, чувство, что вам, вам это по душе. Может быть, чувство, что вам это приятно. Может быть, ощущение, что вам это приятно. Может быть, ощущение, что... Я думаю, что... Эээ... Это очень важный момент. Момент. Когда человек говорит, что... Эээ... Что это не главное, да? Эээ... 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 Когда человек чувствует, что... Что-то не главное... Эээ... 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 Он это думает. Он это продумывает. Он не чувствует. Эээ... 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 Вам важно отделить. Как раз. Свои... Свои чувства, да? От... Своих... Мыслей. Чтобы не путаться. Потому что, раз вы хотели, да, раз вы хотели, то, соответственно, вряд ли ваше желание, да, ну, оно, ну, так просто и все, понимаете, да, вот, я думаю, это важно, понятно, да, вот, и именно поэтому вы, условно говоря, вот, конфликтуете с самой с собой, есть. Дальше, дальше, понимаете, живу как родители, показали примером, делать ничего не могу, есть родительский сценарий, с этим работа происходит через транзактный анализ, т.е. терапия происходит через транзактный анализ, отделение родителя от себя, от себя самой, а при этом неудивственной борьбы, болит все тело, внутренняя борьба, там, кого, простите, кого, простите, с кем, там, вот. Дальше, помогите, пожалуйста, объясните, надо ли силой, ведь так, ну, силой ничего делать не надо. Ага, недавно, недавно я поняла, что, как все выписано напряжение, кроме прогулки, да, я всем местам ничего не придумала, как-то все без радости. Напряжение можно выплеснуть опять на терапию через эмоциональное проживание от того, что вас волнует. Раньше такого не было, совершенно перестала быть собой и стала иногда самочувствовать в чьей-нибудь компанию, ну, тут надо поисследовать, да, во-первых, обратиться к врачу, посмотреть, нет ли у вас депрессия, вот, как у вас, все вообще со здоровьем, с гармониями, вот, это тоже может влиять. А, вот, что касается, вот и перестали быть собой, ну, здесь опять же нужно изведать, что вы при этом понимаете, да, как это происходило, то есть это такой достаточно сложный процесс. А, дальше, значит, так, много читаю, люблю природу театра, но при этом, смотри, как одни, я не развиваюсь, не развлекаюсь. Ну, а чтение, это не развлечение, это, мне кажется, проблема в том, что вы не отдаетесь там еще делать полностью. Энергия сжигает, испарает, она все, заказывается бананом, не согласно. Ну, опять же, превалирование идет. Эээ, превалирование идет, чего над чем, да. Эээ, разума над, над, ээээ, чувствуем. Эээ, дальше, эээ, пыталась принять свое состояние, но тянется это слишком, очень долго. Ну, эээ, продолжительность, эээ, мало, чем, вообще, связанное, продолжительность состояния, мало, чем связанное с ээээ, эээ, возможности его предпринять, это, эээ, вот, эээ, поэтому, я с вами согласен в том, что, ээээ, принимать это не стоит, потому что тяжело и очень вредно. Эээ, вот, работать с этим, исследовать и, эээ, понимать, что вы хотите и где вы, а где, собственно, ээээ, чужие мысли и чужая позиция, этого научиться вполне себе можно, на терапию, вот. Так что, вот ответ на ваш образ, да, грубо говоря, надо ли силы, вытаскивать себя из этого состояния, кажется, важнее для себя, силы нет, силы не надо. Исследовать конфликт, разрешить его так, как хочется вам, да, можно. Это процесс. Это процесс понимания себя. Это процесс исследования себя. Это важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.